В резиновых сапогах и с тряпкой в руках Денис Петров пытается спасти новенький Мерседес. Подземный паркинг в престижных апартаментах на Белинского превратился в бассейн. Я думаю, что воды было. Волоска, это вот посудок. Я даже не знаю, если там электроника, то это нормально. В подземном озере плавают детские игрушки, велосипеды, мотоциклы и дорогие машины. Порше, БМВ, Тойоты. Как пояснили жильцам в управляющей компании, рано утром в доме прорвало трубу с холодной водой. Откачивают воду, по словам местных жителей, коммунальщики с самого утра. Однако к трем часам дня уровень воды снизился лишь наполовину. Многие машины вывезли уже с парковки. Но повезло не всем. Некоторые авто просто не заводятся. Мне сказали, мне нельзя выводить свою. Это слишком низко, это опасно, может быть гидроудар. Я два часа проревела, простояла, придумала, что делать. В итоге приняли решение выводить на свой страх и риск, выявили. После Дарье прислали видео из сервиса. Машина, как утопленник, все течет. Только за одну просушку выставили счет на 20 тысяч рублей. В потопе пострадало больше 50 авто. По словам жильцов, протечки в паркинге уже были не раз. Жильцы жалуются также, что управляющая компания отключила лифты только спустя пару часов после потопа. Могло произойти короткое замыкание. В УК с ответами не спешат. Чью трубу прорвало, пока неизвестно. Не буду давать комментарии, потому что пока нет актуальной информации. Пока выясняем зону ответственности водоканала и управляющей компанией. На данный момент работает шесть дренажных насосов, работают также дополнительно помпы. Однако водоканале пояснили, авария произошла в зоне ответственности управляющей компании. По словам юриста, автомобилистам важно зафиксировать ущерб. И в спорном случае можно направить претензию обоим потенциальным виновникам. В процессе уже будет понятно. То есть, либо кто-то добровольно согласится, либо они покажут пальцем друг на друга. И если никто добровольно не возместит, то это уже, к сожалению, в судебном порядке. А пока жителям элитного дома придется ходить пешком минимум несколько дней. Софья Чугайнова и Алексей Нескин. События ОТВ.